Саш, ты знаешь, я вот думаю, что если бы Лукако оказался в сити у Гвардиолы, испанец бы сделал из него самого сильного нападающего АПЛ. Вассан, Лукако и так, самый сильный, только не забивной и без голевого чутья, а по физике и силе, да, он самый сильный, это правда. Сань, ну что ты вот сейчас начинаешь? Ну ты же понимаешь, о чем я говорю. Лукако реально топ-форвард, и он идеально подходит Манчестеру. Вассан, Лукако-форвард уровня Вестброма, я не знаю, или там Эвертона. В середняках они боди, а как только переходят в топ-клуб, забывают, как забивать. Ну типа Бентетти или Дарна Бента. Но Лукако, Саш, не такой, он топ. Такой. Первая причина – это результативность Лукако. Сейчас Юнайтед на втором месте в таблице, а их главный форвард забил всего 14 мячей в 29 играх. То есть он забивает в среднем менее гола за две игры. Это хуже не только крутых нападающих из других команд, но и действительно топовых форвардов, игравших за МЮ. Ван Нистелрой, Ван Перси, Кол, Йорк, да даже Ибрагимович Примуриньо были лучшие. А если взять статистику за 90 минут, даже у Сульчера и Луиса цифры интереснее. Первая причина, почему Лукако форвард уровня топ-клуба – это его статистика. 132 мяча в 287 матчах. При этом парню только 24 года. А он уже забил больше, чем многие нападающие за всю карьеру. В АПЛ он отметился 80 мячами до 24 лет. Подобно делали в Англии только трое – Оуэн, Фаулер и Руни. Или они для вас тоже не топ? Да и вообще, в АПЛ с 2012 года только Серхио Агуэро и Кейн забили больше, чем Лукако. То есть Ромелу по-настоящему стабилен. Вторая причина – Лукако умеет забивать только середнякам и аутсайдерам. В этом сезоне он лишь недавно, наконец, забил гол команде из первой восьмерки – Челси. А все остальные его голы залетали в ворота команд, борющихся за выживание. Скажете, просто МЮ с лидерами играет осторожно? Хорошо. Взгляните на прошлый, лучший сезон в карьере Лукако. У него было 25 голов за Эвертон. И из них только 4, 4 ворота клубов из первой десятки. Он просто не умеет играть против сильных защитников. Они его съедают. Вторая причина – Лукако хорош. Он очень опасен и всегда в игре, поэтому постоянно отвлекает на себя внимание защитников. Видели недавно, как в матче с Кристал Пелос 4 защитника просто испугались его удара. В борьбе он один из лучших, и это очень помогает его партнерам – Лингарду и Марселе. А еще у Лукако в этом сезоне уже 7 голевых передач. И это второй показатель среди центрофорварда. Третья причина – Лукако нерасторопный. У него неплохая скорость на дистанции, потому что огромные ноги. Но из-за этих своих размеров бельгиец часто не успевает быстро среагировать на рикошеты, мгновенно подстроиться под мяч или резко развернуться и пробить. Но главное – Лукако часто не хватает времени для принятия решения. Даже недавний гол ворота Кристал Пелос. Он, наверное, секунд 10 обрабатывал мяч перед ударом. И просто каким-то чудом протолкнул его в сетку. Третья причина – Ромео умеет почти все. Он практически идеальный центрфорвард. Физика, удары, голевое чутье, дальние ключевые передачи, ну и, конечно же, верховая борьба. По 3-4 выигранные дуэли за матч. А еще у бельгийца высокая реализация и точность. Каждый его пятый-шестой удар по воротам превращается в гол. А каждый второй попадает в створ. Он отлично играет корпусом, и он быстр на дистанции. И Мью искал именно такого форварда. И он отлично подходит под футбол Мурини. Четвертый аргумент – Лукаку практически не помогает обороне. А ведь есть два типа крутых центрфорвардов. Первые не возвращаются назад, но очень много забивают, типа Агуэра. И вторые забивают немного, но проделывают огромный объем работы, типа Бензима. Лукаку не делают ни то, ни другое. По статистике он совершает всего один отбор за 5 матчей и ни одного перехвата. И, кстати, у него много потерь и невынужденных ошибок. Хотя бельгиец практически не тинтит. Причина номер 4. В Мью просто нету плеймейкеров, которые бы регулярно снабжали бельгийца качественными передачами. Отсюда и не слишком высокая результативность. В команде нет своих Дебрёйня, Сильвы или Эриксона. Форварда недостаточно поддерживают по сами партнеры. Эксперты уже не раз отмечали, что Ромелу при атаках не получает мяч в очевидных опасных ситуациях. А еще у него нет сильных партнеров по нападению, как в Ливерпуле или в Ман-Сити. Ну и пятая, главная причина. Лукаку проваливает большие матчи и большие турниры. Про то, что он не забивает сильным командам, я уже говорил. А единственный раз, когда Лукаку мог взять крутой трофей, суперкубок Европы, он не забил решающий пенальти за Челси и расплакался на поле. Про турниры со сборной я вообще молчу. У Ромелу за сборную неплохая статистика, но на чемпионатах мира всего один гол, а на Евро два, причем в одном матче с Ирландией. Все, и ни одного гола в плей-офф. Топ, говорите. Причина номер пять. В нынешнем сезоне АПЛ, в лиге, в которой нету проходных матчей, Лукаку уступает только двум центрофорвардам, Кейну и Агуэру. Его показатели практически идентичны с Фермино и Варди, но при этом он заметно лучше, чем Ля Казет или Марата. Но не стоит забывать, что нынешний Юнайтед думает прежде всего об обороне. Ромелу часто остается впереди совсем один. Так что, учитывая эти факторы, у него очень даже хорошая статистика. Васан, честно тебе признаться, я считаю Лукаку сильным форвардом. Но я считаю, что МЮ нужен нападающий немножко повыше уровнем. Ну, если клуб, конечно, хочет забраться на тот уровень, который был при серии Алексея. Саш, ничего, что сейчас МЮ не такой, как при серии Алексея. И нынешнему МЮ Лукаку прекрасно подходит. Васан, посмотрим, мы посмотрим, что думают зрители. Вот тут сверху голосование кликайте и голосуйте, на чьей вы стороне? Светлой или темной палочки Твикс? Саша, а ничего, что палочки Твикса одинаковые? Разве? Ты опять купил паленый Твикс? Индийский? Васан Балан. И Саша Варди Журавлев. И Васан Лукаку Балан. Нет, Саша, я не Лукаку, я Халк. Так считают наши подписчики. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Лучший спор о футболе только здесь. Пока! До свидания.